Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые важные и актуальные события. Сегодня говорим об инициативе Минфина разблокировать активы российских частных инвесторов, замороженные в иностранных депозитариях. Минфин собирается создать условия и законодательные возможности для обмена заблокированных активов россиян на средства иностранных граждан, которые заморожены на счетах в России, на сумму 100 миллиардов рублей и уже в этом году. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Насколько это реально и что будет означать как для частных инвесторов, так и для экономики России, обсудим. На связи со студией доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для более точного понимания поясните, о каких замороженных активах идет речь? Ну, надо сказать, что замороженные активы, они имеются с двух сторон. И, так сказать, российские активы заморожены на Западе, и западные активы заморожены в России. На Западе заморожены активы, ну, как минимум многих сотен тысяч российских держателей иностранных ценных бумаг. Ну, в России, соответственно, заморожено то, что имели иностранные граждане, юрлица, и они заморожены на так называемых счетах С, которые очень ограниченно можно использовать для выплаты налогов, приобретения ОФЗ и некоторых других вещей. Ну, а вот процедура обмена, она будет заключаться в том, что у российских граждан, у российских компаний, у российских держателей приобретут как бы вот их замороженные иностранные акции за счет средств, которые сейчас консолидированы на счетах С, то есть за счет иностранных средств. Соответственно, придет ликвидность на российский рынок, то есть российские участники получат средства, ну, и западные также смогут разморозить какую-то часть своих средств, потому что понятно, что пока речь идет о 100 миллиардах, это лишь небольшая часть от общего объема замороженных средств с двух сторон. Ну, а как много, вот вы сказали, там, несколько десяток, может быть, сотен тысяч частных инвесторов, как много россиян, в принципе, вкладывалось в западные активы, в западные ценные бумаги, о каких суммах может идти речь? Ну, суммы достаточно серьезные. Количество граждан, ну, вот я просто могу сказать, что сейчас идет речь о разморозке активов на сумму 100 миллиардов, и где-то около 500 тысяч, скажем так, российских держателей иностранных ценных бумаг получат возможность, соответственно, разморозить свои активы. Это, в основном, счета и граждане, счета которых составляют до 100 тысяч рублей. То есть, ну, понятно, что это, наверное, первый этап, вот, но, опять же, все, с моей точки зрения, пока разморозить не удастся, потому что объем разморозки, на мой взгляд, да, он ограничен объемом активов иностранных держателей, которые заморожены Россией на счетах С. Там где-то, по-моему, 280 миллиардов рублей, ну, если в рублях называть. То есть, вот пока... Ну, кстати, эта сумма растет, да, потому что там, так сказать, могут быть дивиденды, купонные доходы, плюс российский фондовый рынок растет. Так что, в перспективе, я думаю, можно говорить о том, что все больше и большее количество российских держателей иностранных ценных бумаг будут получать доступ к своим деньгам, ну, абсолютно неправомерно и незаконно замороженным западными странами. Со стороны иностранцев есть желающие вывести свои замороженные активы, свои средства в Российской Федерации, обменять их на то, что принадлежит россиянам, или они пока предпочитают не совершать никаких действий в надежде, может быть, на какое-то улучшение? Ну, я думаю, что желающих очень много. Дело в том, что при обмене активами они фактически получат, ну, так как это сейчас выглядит, они получат, ну, фактически, вот то, что у них заморожено, ну, в реальных деньгах или в альтернативных ценных бумагах. На самом деле, мне кажется, эти условия, они прекрасны для большинства иностранных держателей, я думаю, что практически для всех, потому что, ну, допустим, если брать пример с компании «Магнит», ну, вернее, «Тандер», да, которая владеет сетью «Магнит», то они выкупают акции у иностранных держателей по цене более чем в два раза ниже, чем текущая рыночная цена. И западные держатели, соответственно, вот этих ценных бумаг, они даже на такие условия идут. Поэтому, если Минфин, ну, и вообще в России будет организована такая схема активов, я думаю, что западные держатели, 99, там, и больше даже процентов западных держателей просто будут писать письма благодарности в российский Минфин, российским регуляторам, ну, поскольку у них появилась возможность, которую, ну, у них фактически отобрали их же государством. В одном из российских комедийных сериалов была такая фраза «Пойду прикуплю немножко акций IBM». Ну, это шутка, конечно, да, а вот если серьезно, какие активы были интересны россиянам, как инвесторам? Или они просто играли на бирже на этих акциях? Ну, действительно, надо сказать, что у российских держателей очень большого количества разнообразных ценных бумаг, и, в принципе, есть статистика по тому, какие ценные бумаги были в активах россиян. Ну, это очень широкий спектр. Если мы говорим даже о первом возможном этапе разморозки на практически полмиллиона вкладчиков, то, я думаю, там будет абсолютно такой полный спектр финансовых инструментов, которые были доступны российским держателям. То есть, это огромная, на самом деле, номенклатура различных акций, облигаций. Это сотни, даже, может быть, тысячи наименований. Поэтому, ну, есть статистика, какие акции, какие иностранные акции были наиболее привлекательны, ну, для, опять же, для российских инвесторов, но, мне кажется, это, в общем-то, как бы такие детали, да, и, на самом деле, вот структура акций, да, в портфелях держателей, она, на самом деле, даже близка, я думаю, к средней такой мировой, да, у, опять же, российских держателей ценных бумаг. Вот это многие американские компании, конечно, европейские, то есть, там, ну, перечислять, мне кажется, это было бы очень сложно. А в чем, в принципе, вот логика и интерес Минфина выступать с такой инициативой? Защитить наших инвесторов, попытаться вернуть им деньги наши? Свои, в смысле? Ну, я думаю, да, я думаю, что, вот, как бы, то, ради чего старается Министерство финансов, это, конечно, возврат денег российских инвесторов, вот. То есть, восстановить, по большому счету, справедливость, потому что многие люди, которые инвестировали в западные компании, они, ну, просто потеряли деньги, ну, фактически потеряли доступ к своим деньгам. И надо все-таки, да, как-то добиться сохранения и соблюдения прав российских инвесторов, которые, кстати, ни в какие санкционные списки не входят, уж, по крайней мере, вот эти полумерные инвесторы с счетами до 100 тысяч рублей. Ну, для Минфина есть и другая цель, да, то есть, эти деньги вернутся в российскую экономику, вот, из такого замороженного состояния, то есть, они придут на российский фондовый рынок, они придут в российские банки, в российские облигации, в том числе государственные облигации, то есть, это повысит общий уровень ликвидности российского рынка, объем торгов. Ну, это со всех сторон выгодно. А вот можно ли ожидать подобных действий, поддержки инициативы нашего Минфина, может быть, какие-то встречные инициативы со стороны монетарных властей зарубежных государств? Ну, я думаю, что, вообще говоря, правильно было бы договориться об одновременной разморозке, с одной стороны, российских активов на Западе, с другой стороны, западных, ну, и в целом, иностранных активов в России. Но на сегодняшний день, вот, исходя из тех инициатив Минфина, которые мы видим, значит, вот такой вариант, он просто невозможен. Соответственно, в России, вот, мы придумываем, даже придумали способ, да, как все-таки добиться справедливости, как вернуть активы или эквиваленты активов, соответственно, западным держателям и нашим держателям. То есть, в этом плане повышается даже и доверие, на самом деле, к российской экономике, в отличие от западной. То есть, в России мы делаем максимально много для того, чтобы обеспечить права иностранных инвесторов, российских инвесторов, в отличие, допустим, от Запада. И именно из-за этого западная финансовая и экономическая инфраструктура, она, конечно, становится токсичной для большинства граждан мира. Ну, вот, если говорить о доверии, да, госсекретарь США Блинкин сказал, что они готовы передать некие конфискованные российские активы Украине. Как они это будут делать, в общем, технически пока не очень понятно, но о доверии вопрос. Если это случится, что станет с репутацией тех же Соединенных Штатов, например? Ну, я думаю, что репутация западной финансовой и экономической инфраструктуры, она уже очень сильно пострадала. И вот дополнительная передача, она лишь ухудшит ситуацию. То есть, мы видим, что в западной экономике резко сокращается приток иностранных инвестиций. То есть, ну, люди, компании, сверхбогатые люди мира, они уже, ну, в общем, с опаской смотрят на то, что происходит на Западе. И в этом плане, конечно, вот большие деньги, они любят тишину, любят спокойствие. И, ну, долгосрочно это крайне негативно скажется на западной экономике. То есть, поскольку они, как бы, потеряют основной инструмент, за счет которого, основной двигатель, как бы, за счет которого они жили много лет. То есть, это вот постоянный приток, дешевое кредитование западных государств сейчас этого уже нет. Возвращаясь к инициативе Минфина, вот после того, как она была озвучена, ну, люди, наверное, те инвесторы, которые пострадали, они обрадовались. Но это же не быстро произойдет. Насколько я понимаю, какие-то нужны изменения в законодательстве для того, чтобы разморозка произошла? Ну, безусловно, быстро это не будет. Хотя, вот, то, что мы видим сейчас в прессе, вроде бы, говорится о какой-то даже автоматической системе обмена. То есть, не требующей заполнения документов. Ну, как-то вот автоматизировать этот процесс. Но, опять же, как это будет выглядеть, наверное, на сегодняшний день, сказать, сложновато. Ведь понятно, что полный эквивалент возродить одной и другой стороне будет просто невозможно. То есть, нужно будет искать какие-то пути решения для того, чтобы вернуть западными ценными бумагами вот эту альтернативную стоимость, которая имеется в российских ценных бумагах. Ну, и, соответственно, наоборот. То есть, эта процедура не быстрая, требует изменения в законодательстве. В частности, разморозки вот этих средств на счетах С. Ну, возможности, вернее. Ну, как бы частичные разморозки для проведения вот подобной конвертации одних ценных бумаг в другие. Ну, и, соответственно, да, это изменение законов. Ну, может быть, какие-то, так сказать, с каким-то указом это будет реализовано. Но это в любом случае не быстро. Ну, это как минимум много месяцев. Вы сказали, что возможен обмен вот, да, такой всех на всех. Ну, я не знаю, кому там в экономическом плане это будет выгоднее, сколько в нас вкладывали, сколько мы вкладывали. Но, в принципе, вот этот месседж нашего Минфина, если он будет услышан, мы как поймем, что готовы и западные партнеры наконец-то выстраивать, ну, хоть какой-то диалог в финансовой сфере? Я, вот, кстати, я не говорил о том, что такой обмен возможен. Я говорил о том, что было бы хорошо, если бы такой обмен мог бы осуществлять. Но на сегодняшний день, с моей точки зрения, вот позиция западных стран, она абсолютно неконструктивна, и технически такой обмен на сегодняшний день невозможен. Именно поэтому Минфины предлагают вот такие альтернативные варианты обмена. Если бы вот этот вот обмен возможен в рамках, ну, такое условное выражение «все на все», то тогда вот эти инициативы Минфина, которые мы сейчас видим, да, по разблокировке, пока по частичной разблокировке или разблокировке счастья активов, их бы просто не было, работали бы вот на, как бы вот над схемой обмена «все на все». Но, к сожалению, опять же, позиция западных стран абсолютно неконструктивна, по большому счету она самоубийственна вообще для западных стран, то есть подрывает доверие, и вот те, как бы, проблемы в западной экономике, они как раз являются как раз следствием введения санкций и созданием таких проблем для огромного количества людей по всему миру. Спасибо, Максим Андреевич. Я напомню, у нас на связи был доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия» и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok